Виталий, приветствую тебя на очередном совместном видеоанализе фундаментальным и техническом и, собственно, оценке тех возможностей, которые на рынке в данный момент присутствуют. Несмотря на отсутствие важных, значимых, макроэкономических поводов, статистики, рынки ходят. То есть мы с тобой допускали, что даже на отсутствие статданных нам скучать не придется, и действительно так оно и есть. Рисковые инструменты в ходе вчерашнего дня – это самое настоящее полноценное ралли бычье, и у этого ралли есть конкретная причина. Я, собственно, предлагаю перейти туда к тем сделкам, которые предлагались ранее, и к тем позициям, которые хотелось бы рекомендовать сегодня, и вот как раз рассказать по фундаменту, что интересного. Демонстрация экрана. Так, в прошлый раз было несколько рекомендаций. Это, во-первых, покупка золота. В целом тот фонд, который сейчас на рынке присутствует, это две противоборствующие силы. Во-первых, ожидание восстановления мировой экономики, учитывая то, что страны начинают смягчать карантинные меры, и все верят в то, что действительно это станет основой, базой для последующего экономического восстановления. А значит, нет причин сейчас ни за что переживать. Нужно только лишь покупать все, что можно купить, и рассчитывать на дальнейший рост. Это позитивный момент, который я категорически сейчас никак не могу принять, потому что я не верю в такой быстрый рост всего, что сейчас происходит. И меня даже пугает не сам факт того, что активы растут, мне пугают темпы, с которыми восстанавливается, например, тот же самый американский фондовый рынок. Ну, 3000 пунктов, это вообще что такое? Еще, получается, в пару недель мы будем обновлять максимумы. Это тогда, когда по второму кварталу ждем спад экономически больше, чем на 30%. Но, опять же, наверное, те, кто толкает активы сейчас в этом направлении, им виднее. Все-таки вернемся к золоту. Вторая сила, которая негативная, это очень непростые отношения США к Китаю. Я на брифингах детально рассказывал, что там интересного, в чем там загвоздка, почему попадаются по Гонконгу, протесты, новый виток потенциальных экономических санкций. Это все часть уже реализующейся предвыборной кампании Трампа. Это что касается негативного момента. Но вот вчерашний день доказывает то, что рынок все-таки сейчас готов закладываться больше под позитив. Ну и вот новости относительно вакцины. Сначала это была компания Модерна, сейчас это компания Нововакс, которая начала испытания на людях, 130 добровольцев, испытания в Австралии. И самое интересное, что я поначалу, ладно, положился на вот этот рост рисковых инструментов. Если есть вакцина, то, наверное, оправдно. Но когда начал знакомиться с именно темой вот этих испытаний, оказывается то, что это первый раунд, первый этап испытаний, результаты будут известны только в июле. Это еще раз доказало тот факт, что рынки сейчас несколько мудрят с ухода от защиты и с покупкой рисковых инструментов. По золоту были длинные позиции с поддержкой 1720. Я, по-моему, и с Денисом уже неоднократно разбирал такого рода сделки. Покупал я золото, вот когда был вот этот тест с уровня 1720 в расчете на то, что котировки уйдут на перехай. Ну вот повторная позиция была также с этого значения, но мы сейчас видим, что рынок золота продавили сильнее. Стоп-лосс по-прежнему значится на отметке 1700 вблизи поддержки как раз на этой психологической планке. Те, кто сейчас в длинных позициях, их нужно держать, потому что смена рыночных настроений может привести к такому же серьезному росту и выкупу уже с преодолением всего вот этого спада. Что касается второй позиции, это был фунт. Тоже мы с тобой несколько раз в ходе совместных эфиров. Я давал рекомендацию на продажу. Сначала там были отметки 22.40 и вот в прошлый раз продавал по рынку. А, точнее, я предложил зайти через отложку селлимин с уровня 21.90. Ну, в принципе, эти отложки все сработали, но рынок, опять же, ускакал вверх, и пришлось закрываться по стоп-лоссу, который был обозначен в районе 1.22.90 и 1.23. И после этого рынок умудрился сходить еще и в район отметки 1.23.70 практически. Я считаю, что нужно все-таки сейчас смотреть на более целостную фундаментальную картину, поэтому в качестве сделки на сегодня это продажа фунта через отложку также селлиминта 1.23.30 в случае, опять же, вот повторного теста вот этой зоны. Под увеличим. Секундочку. Вот как раз в этой области. И расчет на последующее снижение, потому что фактически уже через две недели будет заседание Банк Англии, как я уже отмечал. Мы прежде всего ждем решения по стимулированию. Это низкие процентные ставки, уводок на отрицательную территорию, решение программы количественного смягчения. Ну и плюс ко всему вот это ралли, которое пошло, это было ралли на комментариях советника Банка Англии относительно того, что Банк Англии не рассматривает отрицательные процентные ставки. Я хочу сказать, что это не так, потому что глава Банка Англии Эндрю Бейли буквально в пятницу говорил, что сейчас этот сценарий находится в первой проработке. Я доверяю его позиции больше, поэтому, несмотря на сейчас заманчивость открытия длинных позиций, считаю, что делать этого не нужно. Сейчас очень хорошие точки входа для коротких позиций, и давайте смотреть, как рынок поведет себя дальше. Надеюсь, что позитиву уже места не останется. Ну и что касается второй идеи, это продажи европейской валюты. Мы продолжаем болтаться в коридоре 1.10, 1.08, снова ушли в верхние границы этого коридора, чуть-чуть не дотянули до планки 1.10, там максимум был 1.09,95, и сейчас идет коррекция. Вот по евро предлагаю действовать прямо с текущих значений. 1.09,59, продажа, ближайшая цель на отметке 1.08, и там, я думаю, мы с тобой актуализируем еще, насколько, если пойдет сильное снижение, может быть, перенесем тейк-профит. Следующая неделя, четверг, заседание Европейского центрального банка, то есть это ближайшее важное событие. И на этом заседании Европейский центральный банк увеличивает объемы экстренного фонда помощи, я думаю, что на 500 миллиардов. Это негативный фактор для евро, и очень рассчитываю на то, что выход из вот этого диапазона, 1.10, 1.08, он произойдет уже на следующей неделе, и замаячит тогда потенциал ухода пары евро-доллар к отметке 1.05, как говорил уже Банк оф Америка. Сегодня, кстати, на брифинге я приводил доказательства позицию этого банка, которые, несмотря на вот этот локальный рост, предлагают увеличивать короткие позиции, потому что евро с минимальной вероятностью может пройти на текущем фундаменте выше уровня 1.10. Думаю, что даже теста повторного не будет, а если он все-таки стучится, будет непродолжительно. Поэтому по евро короткие позиции прямо из текущих значений. Виталий, тебе слово передаю. Так, приветствую всех, кто нас смотрит. Ты отключил демонстрацию участников. Слушай, это, видимо, после последнего обновления мне приходится... Сейчас должно быть нормально. Дополнительные манипуляции приходится проделывать, чтобы... Подскажи, видно ли я сейчас... Да. Демонстрацию Гугла я сделал. Видно? Этого Ютуба, прошлого нашего записи. Видно? Ну, вроде как, да, но пока там картинка... Нет, нет, это прошлая запись. Это на паузе. На паузе стоит. Да, видно. Почему ее зацепил? Потому что я говорил, что есть активные участники. Если есть какие-то изменения по рынку или какие-то торговые рекомендации, я их буду писать в комментариях. И кто активно принимает участие, он следит за этим всем, даже комментирует, вопросы спрашивает. И мы, скажем, ведем даже такой онлайн-чат, да, в Ютубе. В прошлый понедельник, когда мы с тобой обсуждали рынок, я давал рекомендацию шорт евро, потому что мы находились там ниже одного уровня. Мы сейчас перейдем к графиках. Я уточню, почему я давал шорт и почему я перевернулся через два часа в сторону ланга. То есть вот я писал здесь комментарий, можете прочитать в прошлом выпуске. То есть я писал это вот понедельник, один день назад. Евро пошел импульс, как и ранее писал. То есть вот еще, вот ранее, то есть первый комментарий, который был, это был фунт. Если пройдет сильный импульс наверх, на часовиках, то на ткате можно купить среднесрочно. Аналогично евро. Следующий комментарий был по евро, что рассматривая покупки в 1.09, стоп 1.08, 60, профит среднесрочный. Мы там подробно обсуждали, какие профиты. Это 1.10 и дальше 1.15, если пройдем 1.10. И по фунту, и по фунту, вот, также была рекомендация. Мы вошли в зону покупок. Это 1.21.90. Сейчас покажу графически, как это все смотрелось. Стоп 21.50, профит среднесрочный. Писал причина покупки, модель и так далее. Там даже писал комментарий, что стоп можно уменьшить. Здесь даже были комментарии от участников и так далее. Это что касается фунта, лонг, евро лонг. Плюс писал также, что ауди НЗД смотрится в лонг. И плюс писал вчера по нефти. Сейчас обсудим возможный шорт. Он такой слабенький и так далее. Сейчас я переключусь к графику и покажу это все на графиках, как это смотрелось. Так. Сейчас, секундочку. Потому что это рынок и за ним нужно следить. демонстрация экрана. Видно? Да. Итак, в прошлый понедельник мы находились. В чем суть? В том, что на рынке должна быть точка входа или если рынок меняет другую какую-то тактику, нужно следовать. вот в 10 утра мы общались в понедельник, мы находились в этой зоне, то есть ниже уровня 1.08.85. Это такой достаточно ключевой уровень. Он ранее был сопротивлением вот здесь, в этой зоне. И в это время мы находились ниже него. Поэтому я предполагал, что евро-доллар уйдет вниз, а доллар-франк уйдет на пробой, потому что он тоже утром сильно его поджимали на пробой верхнего уровня сопротивления. Но ситуация сменилась через несколько часов, прошел импульс наверх локальный и, скажем, ну его там пытались подзадавить вниз, ниже уровня, но дневка закрылась, дневная цена закрылась выше уровня поддержки 1.08.85. Поэтому я здесь советовал покупки с целями 1.10. Мы их практически сделали, ну там 5 пунктов не добили, это мелочь. И вторые цели это глобальные, если мы пройдем 1.10 на 1.12-1.15, то есть вот такими целями. Поэтому кто покупал, то есть часть, понятно, можно было скинуть здесь и часть сидеть без убытки. Сейчас по евро мой комментарий, пока я на текущий момент не вижу точек хода, но скорее всего возможно что-то образуется там сегодня-завтра, ну смотрится какая-то все возможно на пробой уровне 1.10, но его как-то странно удерживают, поэтому с текущих я не буду покупать там или продавать. Это первое. Дальше по фунту комментарии, почему я его советовал покупать. Вот на дневном графике то есть получается в нас во второй половине марта был сильный заходной импульс наверх, была первая точка отката в начале апреля, мы эту точку отката протестировали в середине мая, сделали ложный и вернулись к этому уровню, но почему я не давал покупку в 10 утра, потому что сейчас мы смотрим, мы находились под локальным давлением в течение двух дней, точнее трех дней с 20 мая, 21, 22 и утром 25 его задавливали вниз, поэтому здесь покупок глобально на дневном графике они были, но самое главное это еще точка входа на часовике с коротким стопом. После того, как пробили уровень вот этой наклоны, сделали, ну скажем, в понедельник там был выходной в США и рынок был очень на низкой ликвидности, он практически находился на месте, но как и по евро, так и по фунту был небольшой один импульс вот здесь где-то в 11 утра дальше еще там через 2 часа еще один маленький импульс и проторговочка выше вот этого уровня, то есть заходной импульс, проторговка и точка входа давалась вот ровно где-то в этом часовике я написал 21,90 то есть покупочка стоп сюда, то есть цель первую мы сделали вот эти ХАИ там 1,23 и дальше я писал, что вижу еще выше, ну там время покажет уйдем мы туда или нет, поэтому часть можно было скинуть, часть без убыток и дальше наблюдать. Еще лучше точка входа была утром, но слишком, слишком рано, это опять 6 утра вот на этом протесте вот этого зеркала, то есть это что касается фунта, поэтому пока по фунту аналогично как по евро, я ожидаю дальнейший рост, но за этим нужно наблюдать, потому что как сегодня себе день, завтра поведет, нужно уже смотреть по структуре, то есть что касается фунт доллара. Дальше, ну и австралийский доллар новозеландский, вот с понедельника мы сделали хороший рост, по австралийскому аналогично, вот понедельник, то есть движение по 100 пунктов, более одной фигуры, там 100 с копейками. Дальше, по франку я ошибся, то есть все-таки удержали верхнюю границу вот этого канала, вот эти зоны, которые я все время называю, то есть в новом моменте утром понедельник поджимали, думал на пробой, дальше зажали, здесь уже можно было даже какие-то шорты делать, и пока мы как и по евро удерживаем вот эти все границы, и франк аналогично, поэтому сейчас или мы сегодня идем евро пробой наверх, франк вниз, или я буду следить, потому что сейчас этот момент треугольника, мы можем в нем болтаться, и вот эти все обманки, которые я думал там выкупают, они просто скидывают туда-сюда, поэтому за этим нужно наблюдать. Дальше, S&P 500 также я советовал на прошлом обзоре покупать при пробое вот этих максимумов, то есть вот у нас понедельник мы как раз утром пробили в 11 утра, и вот красиво закрепились, проторговались, ушли наверх, то есть 50 пунктов мы сделали, вот дальше, пока оно смотрится все в лонг, но скажем с возможностью обновления, как ты сказал, хая, вот этого исторического не исключаю, потому что на рынок влили большую ликвидность, там около сколько там, 2 триллиона влили, да, эти все деньги, они понятно идут не в реальный сектор, а идут в виртуальный сектор, то есть фондовый рынок там уже до того доходит, что будут выкупать там ETF и так далее, то есть поэтому за счет вот этой ликвидности рынок и растет. Сейчас пока смотрится все в рост, но нужно следить за S&P, если будет какой-то заходной сильный импульс вниз, дальше рассматривать возможность долгосрочного снижения на обновление минимума, почему? Потому что у нас вот это, как мы говорили, не исключаем, что это был заходной исторический импульс, который развернул глобальный рынок, поэтому за этой коррекцией мы наблюдаем, если будут какие-то моменты появляться, хорошие я буду писать о них в комментариях или уже в этих обзорах освещать индекс S&P 500. Что касается сегодняшних идей, я бы хотел обсудить нефть, возможное снижение, оно, конечно, очень слабое, я вчера писал в комментариях, что у нас возможно двойная вершина вот этого всего и вот вчера двойную вершину по бренд сделали, писал, ждем заходного импульса, вот он прошел такой локальненький и вот на этой коррекции можно продать, поэтому имеем то, что имеем текущую цену сейчас смотрим 36 с небольшим стопом, ну как с небольшим стопом, получается по текущим ценам он большой, за максимум 37.30 пусть будет и снижение у нас возможно в район 34 и дальше не исключаю в район 30. Риск здесь в наделку советую небольшой закладывать, почему? Потому что у нас хоть рисуется возможность модели номер 2 в шорт, как и по золоту было, вот эта моделька 2, суть в том, что вот этот заходной импульс, который пошел вниз, он пин-баром закрылся, я такое не люблю торговать, поэтому это сугубо для тех, кто, скажем, ожидает уже второй месяц подряд снижения по нефти, оно, в принципе, возможно, потому что мы уже отросли достаточно неплохо, и какая-то коррекция, она возможно хотя бы процентов 30 или 50, ну там по фибоначи или в принципе зоны, я назвал, которые возможны для снижения поэтому это одна рекомендация по бренд, а light они аналогично смотрятся, и вторая рекомендация на сегодня это снижение доллар-иены, какое оно будет, небольшое или большое, то есть снижение с текущих 107.50, вот текущая цена, со стоп-лоссом 107.95, то есть будет вот за вчерашний хай. важное примечание, чтобы вот этот шорт, он может или сегодня с текущих или уже завтра уйти, но главное, чтобы мы сегодня не ушли в лонг, ну это уже понятно, там будет стоп-лосс, и даже если мы сегодня не уйдем вниз, закроемся таким скажем этим доджи, в таком формате, да, где-то посередине цена на открытии и закрытии, поэтому я думаю, что здесь возможно снижение вниз, во что оно превратится в сильное или нет, ну такие небольшие цели где-то в район вот этот 106.80, то есть вот этот минимум возможности снижения, это первая цель, и вторая, ну здесь обязательно часть скинуть сделки, и вторая цель это 106, ну посмотрим, что с этого получится, нужно будет наблюдать, пока вот такая торговая рекомендация бренд и доллар-иена, ну и комментарий по серебру я там писал и лонг, возможно, он локально отработался, а по золоту все покупают его, я думаю, что еще это все не подтвердилось, глобальное снижение по золоту, которое ожидаю, хотя бы на баксов там 200-300, то есть хотя бы минимуму там в районе 1450, возможно, и ниже, мы сделаем, ну еще бы желательно его немножко подзадавить, чтобы пробили вот эту импульсную волну, которая у нас обновила хай. Золото пока идет по сценарию, его задавливают, точки входа я уже называл прошлые, на прошлой неделе были хорошие в шорт, здесь пониже такие корявенькие, поэтому с золотом, ну это с моей точки зрения, нужно быть осторожным, потому что могут пролить, здесь если кто и покупает, то со стоп-лоссами, потому что могут, вот смотрите, вот здесь аналогичная моделька 2 была, и вот здесь пролить могут баксов там 100-200 там в течение несколько дней, поэтому если учитывать плечо, то там и обновление депозита будет. Пока все. Спасибо тебе, Виталий, давай тогда следить за тем, как идеи себя отработают и до встречи уже на следующей неделе. Всем пока. Пока.